Добрый вечер! С 1 июля вступает в силу закон, который называется «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме». Собственно, о нормах этого закона сегодня и говорим, а также об изменениях в коммунальном хозяйстве. Итак, кто является совладельцем многоквартирного дома? Ну, совладельцами являются собственники помещений. Эти помещения могут быть как жилыми. Это квартиры, так и нежилые помещения, которые находятся в доме. Это могут быть какие-то магазины, офисы, любые другие помещения, где есть собственник. Вот этот закон, он начинает регламентировать особенности этих взаимоотношений на квартирных домах. Как правило, дома у нас в большей степени — это дома на сегодняшний день коммунальной формы собственности. Таковы в городе Харькове порядка 8 тысяч и около 850 домов, которые сегодня уже являются или домами ОСНД, это объединение совладельцев многоквартирного дома, или это жилищно-строительный кооператив или жилищный кооператив. На балансе предприятий сегодня ничего уже нет? Есть дома, которые еще находятся на балансе предприятий. Таковых у нас порядка 200 в городе. И обслуживаются они самими предприятиями, либо теми эксплуатационными, жилищно-эксплуатационными организациями, которые существуют при таких предприятиях. У нас на прямой линии есть дозвонившийся читатель. Давайте послушаем, что его интересует. Здравствуйте, будьте добры, представьтесь и ваш вопрос. Здравствуйте, Роман Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Александрович Гвардейцев-Широнисов, 15-46, квартира 125. Во-первых, большое спасибо вам и Товкуну Олегу Николаевичу за помощь в передаче пяти подъездов в жилком сервис. Это бывший ведомственный дом завода «Хэмс». У меня два вопроса, Роман Борисович, будьте добры, пожалуйста, помогите убрать озеро. Ну, вы фотографию видели, вам все время присылали, вы видели это фото после скопления дождя, что творится там. И второй вопрос, помогите передать оставшие два подъезда в жилком сервис. Почему? Потому что, когда я был в приеме у Руденко, то мне так сказали, неофициально сказали, пока мы не примут эти два подъезда, разговор от дороги, разговора не будет. Дадим возможность ответить на вашу просьбу. Ну, собственно, Николай Александрович, он понимает, что есть та проблема, которой мы занимаемся, с ним уже знакомы с этой проблемой не один год. Это проблема ведомственного жилого дома. Дом находится на балансе государственного предприятия «Харьковский электромеханический завод». Часть подъездов этого дома уже находится в коммунальной собственности. И сегодня город отвечает за обслуживание этих подъездов. А вот два подъезда, они, хотя там живут уже люди, и они давно заселены, они не сданы в эксплуатацию государственной комиссии самим заводом «Хэмс». И, соответственно, без этого мы не можем принять эти дома в коммунальную собственность. То есть нет необходимой документации технической и правовой для того, чтобы от государственного предприятия мы приняли оставшиеся два подъезда. Как решаете проблему? Проблему решаем совместно с руководством завода «Хэмс». Но учитывая то, что это предприятие государственное, требуется еще решение вопроса на уровне профильного министерства в Киеве, получение соответствующего согласия на передачу этих подъездов. С учетом того, что «Хэмс» находится в процедуре санации, предприятие фактически находится под управлением внешним, сегодня не работает в полной мере. Поэтому, конечно, это осложняет этот процесс передачи оставшихся двух подъездов в коммунальную собственность. С «Хэмсом» мы общаемся, и сегодня задача «Хэмса» — получить соответствующие документы на уровне государственного архитектурно-остоятельного контроля, для того чтобы дальше мы уже рассматривали вопрос о приемке этих двух подъездов в коммунальную собственность. То, что касается озера, да, действительно есть проблема с внутриквартальной подъездной дорогой к этому дому. Это не рабочая сливная система, да, не функционирующая? Ну, по сути дела, это требуется комплекс работ, связанных с тем, чтобы была отремонтирована внутриквартальная дорога, и чтобы, естественно, она пропускала ливневые воды. Решение этого вопроса зависит напрямую от первого. Все верно? Ну, в общем, можно сказать, да. Пока мы не будем полностью балансодержателями дома, хотя вот по новому закону здесь будут определенные особенности, связанные с тем, что затраты на содержание, на текущий ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт дома и, соответственно, придомовой территории, она уже будет возлагаться на собственников. А этот дом — это ОСМД? Нет, этот дом сейчас ведомственный. Он находится на балансе Хемза. Мы принимаем пока... Нет, два подъезда на балансе Хемза. А вот то, что уже передано? То, что передано, как подъезды, находятся на балансе города и обслуживаются нашими коммунальными предприятиями. То есть, вот пока еще город и коммунальные предприятия могут обслуживать эту дорогу, ремонтировать, вести текущий капитальный ремонт? То есть, вопрос передачи в целом дома еще не завершен, поэтому, когда оставшиеся два подъезда будут приняты в коммунальную собственность, тогда, собственно, мы будем об этом говорить. Потому что как раз это озеро, о котором говорит Николай Александрович, оно в той части дома, где не переданы подъезды. Роман Борисович, какие сроки решения проблемы? Вы понимаете, сроки зависят от Хемза. То есть, этот вопрос не ко мне. Передающая сторона – это завод Хемза. Мы – принимающая сторона. Поэтому сроки называет тот, кто передает эти подъезды. Вы же ведете переговоры? Что-то вам обещают с той стороны? Смотрите, я не буду сейчас говорить с позиции руководства Хемза и называть какие-то сроки. Ну, что-то обещают. Важно, чтобы то, что обещалось, это гарантировалось руководством предприятия, и эти обещания выполнялись. Но я не влияю на это предприятие, потому что подчиненность этого предприятия – это соответствующее профильное министерство промышленной политики, которое подчиняется кабинету министров. Возвращаемся к новому закону и его особенностях. Какое имущество дома считается собственностью жильцов, исходя из этого закона? Все вспомогательные помещения – это чердаки, колясочные, подъезды и другие места общего пользования – они в законе перечислены, они будут относиться к общей собственности дома. Эта собственность не делится и не выделяется доля за каждым собственником и не оформляется право собственности. Эта собственность является неделимой и относится к общему имуществу дома. Но расходы, связанные с содержанием, с ремонтами, с эксплуатацией этих помещений, она возлагается по этому закону теперь уже на всех собственников. Как я уже сказал, как жилых помещений, квартиры, так и нежилых, которые могут находиться в доме. А лифт, площадка, придомовая территория – это все имущество совладельцев? Да, это все имущество совладельцев и земельный участок, на котором находится дом. По этому закону будет еще отдельно определяться механизм, как будет закрепляться этот земельный участок за этим многогвартирным домом. Это уже на уровне Кабинета министров будет очевидно. И в том числе с изменениями, наверное, в земельный кодекс? Ну, земельный кодекс – это статус закона, это прерогатива Верховной Рады. По закону, о котором мы сейчас говорим, его номер 417, этого закона, хотя он в редакции, когда обсуждался, все его называли как закон 1565, сейчас он уже имеет свой номер 417. Вот по этому закону прописывается, что вопросы, связанные с закреплением и передачей земельного участка либо в собственность, либо в постоянное пользование того или иного многоквартирного дома, будет определяться соответствующим постановлением Кабинета министра. То есть пока его еще нет? Пока его еще нет. Закон только принят. Вот он принят в мае месяце, 14 числа, подписан был недавно президентом, и фактически он с 1 июля уже вступает в действие. Кто должен заниматься уходом за домом и придомовой территорией, согласно этого нового документа? Есть разные варианты того, как можно обслуживать и содержать дом и придомовую территорию. Есть вариант, когда собственники принимают решение о создании ОСНД, объединения совладельцев на квартирного дома, и своими силами, как уже объединения, нанимают тех или иных специалистов. Это могут быть и дворники, и сантехники, и электрики, и электромеханики, которые обслуживают лифтовое хозяйство. Могут содержать дом и придомовую территорию, то есть через создание ОСНД. Есть вариант, когда управляющая компания, вводится такое понятие в этом законе, как управляющая компания, то есть это, по сути, жилищно-эксплуатационное предприятие той или иной формы собственности. Это может быть как коммунальное предприятие, так и частное предприятие. Вот собственники могут на своём собрании принять решение и нанять на работы, определенные по обслуживанию содержания дома, и придомовая территория, такую управляющую компанию, которая предложит им какие-то свои условия. Но сразу хочу сказать, что на сегодняшний день, например, в Харькове очень мало таких управляющих компаний, серьёзных, которые имеют уже и опыт работы, и авторитет, и которые длительное время занимаются вопросами содержания домов. То есть это не какие-то фирмы, которые зарегистрировались только там вчера. Но у них, собственно, и возможности не было показать себя, потому что ведь жеки были. Была, ну, у нас такая монополия была. Ну, понимаете, нет, в тех, например, новостроях, где дома строились застройщиками частными, как правило, существуют при этих домах с момента сдачи дома в эксплуатацию те или иные частные компании, которые не жеки эксплуатируют эти дома, и они не находятся на балансе города, а их обслуживают уже частные компании. С учётом того, что у нас таких новостроев в городе достаточно много, но, как правило, это одни и те же застройщики, их там в городе может быть порядка двух десятков, то есть, соответственно, некоторые из них создавали у себя отдельные такие предприятия частные, которые в дальнейшем оказывали жильцам этих новостроев соответствующие услуги. Поэтому они, в общем-то, проявляли себя в той или иной степени за эти годы. Но, конечно, с точки зрения возможностей тех, которые есть у коммунальных предприятий, с точки зрения их материально-технического обеспечения. То есть вы предлагаете совладельцам нанимать всё-таки жеки? Я предлагаю на сегодняшний день не нанимать жеки, потому что таких, как таковых, жеков у нас уже сегодня нет. У нас есть коммунальное предприятие, жилком сервис, которое оказывает услуги сегодня в домах коммунальной собственности по содержанию этих домов. Но всё равно же их по привычке называют жилками. Есть участки жилком сервиса, которые являются структурными подразделениями. Я предлагаю ориентироваться на коммунальные предприятия. В этой ситуации моё предложение не на жеки, а на коммунальные предприятия ориентироваться. Почему? Потому что… То есть на их подразделения, на подразделения коммунальных предприятий. На коммунальные предприятия, на коммунальные предприятия, которые имеют свои подразделения. Коммунальные предприятия, вот как юридическое лицо, где учителем является городской совет, территориальная громада, то есть все члены территориальной громады. А можете назвать вот примеры, кроме жилком сервиса, коммунальных предприятий, на которые нужно ориентироваться? Вот сегодня, с 1 июля уже. Ну, а у нас единое коммунальное предприятие в городе, которое занимается вопросами содержания жилых домов, наших домов, коммунальной собственности, вот пока до введения этого закона в силу. Это коммунальное предприятие о жилком сервисе. Если дальше городской совет примет решение о создании ещё, например, ряда коммунальных предприятий, которые тоже будут в отдельных районах города оказывать такие услуги, ну, это уже определённая перспектива, которая будет рассматриваться. То есть в данном случае это коммунальное предприятие, которое нанимает, нанимаются владельцы, оно будет отвечать полностью за все коммунальные услуги, и тепло, и газ? Нет, нет, нет. Речь идёт только об услугах, которые касаются содержания дома. Это так называемая услуга квартирной платы. То, что касается услуг по водоснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, жилых домов, эти услуги, они остаются отдельными, самостоятельными, и, в общем-то, под действие этого закона эти услуги не подпадают. То есть управляющий, который, по идее, занимается домом, он не занимается вопросами газа, тепла, воды? Он будет отчасти заниматься, потому что, например, если в доме есть лифт, и для того, чтобы лифт работал, нужно подавать электроэнергию, то необходимо будет управляющему заключить соответствующий договор с поставщиком электроэнергии для того, чтобы на дом подавалась электроэнергия. Или в доме есть, например, места общего пользования, это подъездное освещение, за которое тоже будет отвечать управляющая компания с точки зрения эксплуатации этих внутриподъездных сетей. А там, где уже по счётчику конкретной квартиры житель оплачивает облэнерго, то это не компетенция управляющей компании, это прямые взаимоотношения жителя будут с той или иной коммунальной службой, которая оказывает соответствующую услугу. Управляющая компания только вот в части отдельных позиций, которые входят в состав квартиры. А мы можем перечислить вот эти услуги, которыми будет заниматься управляющая компания? Ну, на сегодняшний день есть тоже постановление Кабинета министров, которым определён перечень услуг, таких 21 услуга. Например, это уборка при домовой территории, это обслуживание лифтов, если это дома с лифтом. Это обслуживание внутридомовых электрических сетей и внутридомовой электрощитовой дома. Это обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Это обслуживание дымовентиляционных каналов в доме, прочистка этих дымовинтелляционных каналов. Это то, что я сказал, освещение мест общего пользования. Ну вот, как бы, те основные, которые сегодня в городе Харькове входят в состав квартирной платы и часть услуг, которые их порядка пяти, у нас обеспечиваются за счёт финансирования из городского бюджета. Это, например, даротизация, дезинсекция, вот борьба с грозунами, с насекомыми. Это не входит в состав квартирной платы. Мы проводим два раза в год соответствующие профилактические работы по даротизации, дезинсекции. Жители за это не платят. Это средства городского бюджета. Например, очистка чердаков, подвалов от захламлений. Это тоже позиция, которая обеспечивается за счёт средств городского бюджета. Например, у нас есть отдельные дома, где они оборудованы системами противопожарного тушения, дымоудаления, противопожарной автоматики. Эта услуга тоже не оплачивается жильцами, она не входит в состав квартирной платы, выделяются соответствующие средства и закладываются такие средства в городском бюджете. То есть эти же услуги будут по-прежнему ложиться на коммунальщиков городских? Всё здесь будет зависеть от того, какой набор услуг тот или иной дом себе будет заказывать. То есть есть общий перечень услуг. И дальше это уже право собственников этого многоквартирного дома определить тот объём услуг, который для этого дома, для содержания этого дома будет необходим. То есть сегодня городским советом, нашим коммунальным предприятиям, жилком сервис, которые обслуживают жилые дома, определены 11 услуг, плюс 5, которые обеспечиваются бюджетным финансированием. Всего их 16, получается, из 21. Если собственники, например, захотят услуги консьержа, услуги, может быть, по ремонту подъезда, текущему ремонту, то это отдельная услуга, например, номерные знаки на дома. Это тоже входит в... А что делать, если вот совладельцы не наняли управляющую компанию? И в какие сроки они должны нанять? Предусмотрен законам такой вариант. До 1 июля 2016 года собственники, совладельцы должны будут определиться с той формой обслуживания дома, которую они для себя выберут и посчитают приемлемой. Если через год с момента вступления в силу этого закона совладельцы не определятся, тогда такое решение о определении того, кто будет обслуживать дом, будет приниматься местным органам самоуправления на конкурсной основе. То есть орган, городской совет будет проводить конкурс на тот или иной дом и на конкурсной основе определять то предприятие, которое будет заниматься обслуживанием. А конкурс будет проводиться среди кого? Вот среди тех предприятий, которые занимаются эксплуатацией, содержанием и обслуживанием домов. Коммунальных? Нет, любых. Всех? Любых желающих, да. Будут определены условия конкурса, критерии, по которым будет определяться победитель конкурса. И вот в результате такого конкурса будет определяться победитель и уже дальше он будет заниматься обслуживанием дома. Какие расходы ложатся на плечи владельцев квартир? Ну вот по новому закону практически все. То есть... Но они и сейчас ложатся. Сейчас они ложатся в части квартирной платы. Это то, что касается ежемесячных платежей на содержание дома и обслуживание придомовой территории. А по новому закону получаются и расходы связанные с текущим ремонтом дома, с капитальным ремонтом дома, с реконструкцией тех или иных помещений в доме. По этому закону определяется, что это будет ложиться на расходы всех совладельцев дома. То есть если сегодня капитальный и текущий ремонт, например, в домах коммунальной собственности проводятся за счет средств городского бюджета, то есть мы выделяем соответствующее финансирование на то, чтобы ремонтировать текущим и капитальным ремонтом те или иные конструктивные элементы дома. Достаточно много расходов, которые должны будут потянуть жители. Да, вот по этому закону так решено. А деньги, где взять, у нас вот тарифы повышаются, а минимальный прожиточный минимум в стране все равно не повышается. Как быть? Ну, смотрите. Вот создаются впечатления... Я всегда привожу такой пример, да. Частный дом. Человек живет в частном доме и жил в нем в советский период времени, в постсоветский период времени. Кто содержит этот дом? Содержит этот дом владелец этого дома. То есть мы не ремонтируем за счет средств городского бюджета дома частной застройки, которые находятся в частном секторе. Мы не красим там заборы. Мы не убираем там территорию. Мы не высаживаем там деревья. Мы не ремонтируем там кровли и так далее. Но там никто не платит квартплату. Там есть не квартплата, а там есть понятие содержания дома. Квартплата — это есть содержание дома. Но кто-то свои дома в частном секторе содержит хорошо, кто-то свои дома в частном секторе содержит удовлетворительно, кто-то неудовлетворительно. Принцип основной — это собственник отвечает за своё имущество. Вот по этому закону законодатель определяет, что теперь с 1 июля владельцы имущества, если, например, в жилом доме какая-то квартира ещё не приватизирована, у нас ещё этот закон о приватизации жилого фонда, он продолжает действовать, хотя ему уже больше 20 лет, но есть квартиры, которые ещё являются коммунальными, они ещё самими нанимателями этих квартир не приватизированы по разным причинам. Мы будем такими же участниками в своей доле площади этих квартир в жилом доме, как и все остальные собственники. То есть городской совет как собственник не приватизированный квартир. Данная квартира будет платить квартплату и все услуги, которые будет предоставлять управляющая компания. Мы в этой доле только можем принимать участие в определённых расходах. А все остальные расходы будут нести уже владельцы приватизированных квартир. Или, например, если там есть нежилые помещения, у городского совета тоже есть какие-то определённые помещения, которые находятся либо в аренде у кого-то, расположены они эти помещения на квартирных домах, либо не находятся в аренде, территориальная громада является собственником этих нежилых помещений. То мы в пропорции площади этих помещений будем нести определённые расходы. Вот я со своей стороны тоже приведу пример. Если я живу в частном доме, то я могу не топить свою печку и жить в холоде. Но могу же, правда? И никто от меня не страдает. А могу отапливать помещение дровами. И если у меня качественные трубы, то будет тепло. В многоквартирном доме у меня альтернативы, к примеру, поставить автономное отопление. Сегодня нет, это запрещено. А если нет денег платить, отремонтировать трубы или платить в полной мере за отопление, то я таким образом подвожу своего соседа. И согласие между жителями достигается очень сложно. Очень сложно. Как быть с нерадивыми соседями? Сегодня городская громада не находит управу на злостных неплательщиков. В этом есть основная проблема этого закона. Мне кажется, законодатель... Вы понимаете, мы с этим законом, я думаю, опоздали, наверное, лет на 20. Но мы же не будем колотить каждого соседа, который в силу тех или иных обстоятельств не платит. Да, но просто в силу того, что закон есть такой, какой он есть, на сегодняшний день по этому закону год отводится на то, чтобы определить форму управления домом и обслуживания домом. Если жители не определятся, тогда я уже сказал, какой механизм определения того, кто будет содержать этот дом, какое предприятие или какая управляющая компания. Это она уже дальше будет разбираться с соседями, почему люди не платят, будут заключаться соответствующие договора на содержание дома с каждым потребителем, и будет определяться размер оплаты. Если человек не может платить, он может оформлять субсидию с точки зрения своего материального положения, и тогда государство будет компенсировать эти затраты, связанные на содержание дома. Если человек не платит по каким-то другим причинам, то есть может платить, но не хочет, тогда это вопросы уже претензионной работы и того, чтобы взыскивать это в судебном порядке. Вы знаете, у меня правда складывается впечатление, что этим законом снимают некую ответственность с сегодняшнего управления коммунальным хозяйством местных громад, местных советов. То есть с больной головы на здоровую. Вот у нас были эти проблемы, мы сейчас возьмем их и на владельцев многоквартирных домов и перебросим. А они пусть как хотят, так и разбираются. Вы понимаете, когда этот закон принимался, после принятия этого закона основной лейтмотив и красная линия, в чём суть этого закона, это борьба с ЖЭКами и демонополизация рынка жилищных услуг. То есть вот плохо работают ЖЭКи коммунальные, лучше будет, если на этот рынок придут частные компании. Но понимаете, я с этим не согласен. И считаю, да, в определённой степени, наверное, это перекладывание с одной головы на другую голову каких-то проблем. Почему? Потому что если сегодня, например, мы имеем возможность те или иные вопросы решать за счёт средств местного бюджета, там, где жители не в состоянии за счёт собственных средств выполнять те или иные работы, то в этом же нет ничего плохого. Кроме того, каждый житель ведь отчисляет налоги. В бюджет, да. Есть отчисление налогов, совершенно верно, как физических лиц, это подоходный налог, так и юридических лиц. То есть это общий фонд всех жителей города. Ну тогда надо просто уменьшать эти налоги, которые мы отдаем. Ну это уже следующий вопрос. У нас нет особых полномочий в части ставок налогообложения. В основном это прерогатива Верховной Рады и налоговая политика, и те сборы и платежи, которые устанавливаются на государственном уровне. Я бы сказал так, что скорее надо было вот эту систему налогообложения поменять для тех предприятий, которые обслуживают жилой фонд. Создать им наиболее благоприятные и льготные условия с точки зрения налогообложения, чтобы тогда на этот рынок приходили и могли работать те предприятия, которые понимают, что они инвестируют определенные средства, и будет какая-то отдача, и есть какой-то льготный режим налогообложения. Потому что по большому счету сегодня любая управляющая компания она не будет во главу угла ставить вопрос содержания дома и вложения в этот дом каких-то средств. Ее будет задача получить прибыль. Задача любой частной структуры. А отстаивать права граждан? Отстаивать права граждан? Обеспечивать их услугами? Это вот в рамках того договора, который потребители заключат с этой частной компанией. Это будет определяться правами и обязанностями между ними. Давайте мы сейчас поговорим с читателем, мы продолжим эту тему. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Анатолий Афанасьевич. Анатолий Афанасьевич, в чем суть вашего вопроса? Ну, у нас линьевка не работает, трубы с крыши. У нас в ХТЖ, район ХТЖ, дом 5-этажный, трехэтажный, кирпичный, в 50-х годах. А Анатолий Афанасьевич, трубы наружные, это водосточные трубы, которые по фасаду идут, да? Да, да, да. А скажите адрес? Улица Невельская, дом 5. Какая улица? Улица Невельская. Невельская? Невельского? Да, Невельская, да. Невельская, 5. Да. Хорошо, я записал. Роман Анатолий Афанасьевич, вы обещали нам помочь с этим. У нас, понимаете, центральная библиотека детская находится в этом нашем доме. И листы железа с этого, с крыши свисают. Если ветер сильный будет, я буду... Анатолий Афанасьевич, я записал, скорее всего, что этот дом уже в плане, просто подрядчик еще, очевидно, по графику не пришел выполнять эту работу. Поэтому я уточню и тогда вам сообщу. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Мы остановились на тему договора управляющей компанией и владельцев. А есть в законе прописаны нормативы, каким должен быть этот договор? Какие-то четкие установки, от которых нельзя ни влево, ни вправо? Нет, в законе, как правило, не прописываются основные параметры договоров. А кто тогда определяет? А вот это и будет определяться между собственниками, со владельцами дома и той компанией или предприятием, которое будет эксплуатировать. Есть понятие, общее понятие договора, как договор, это понятие определено гражданским кодексом. Есть основные разделы договора, цена договора, права, ответственность. То есть это в основном юристы и на договорных определенных условиях вырабатывается тот договор, который будет приемлем для того или иного дома. То есть пока есть понятие типового договора, оно действующим законодательством определено, но очевидно в рамках изменений к этому и принятия нового закона, изменения в целом к законодательству жилищному, наверное, будет перерабатываться еще отдельно. Это форма типового договора для того, чтобы можно было от чего-то оттолкнуться при заключении таких договоров с обслуживающими предприятиями. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Я думаю, что совладельцы многоквартирных домов, но далеко не каждый специалист в области жилищно-коммунального хозяйства или юриспруденции. В этом тоже есть своя проблема. Поэтому, опять же, кто должен отстаивать эти интересы, чтобы в свою очередь управляющая компания все интересы граждан учла? Чтобы не получилось, ведь у нас… Давайте тоже тогда такой пример приведу. Например, вы владелец автомобиля. Вы заключаете договор со страховой компанией, правильно? То есть автомобиль — ваше имущество. Вы хотите застраховать это имущество и понимать, что в случае наступления какого-то страхового события вы компенсируете это имущество. То есть принцип примерно такой же. Вы страховочку платите сразу, единоразово, либо в течение какого-то периода, точно так же, как человек платит квартплату и хочет получить ту или иную услугу. Поэтому это в конечном итоге ваш вопрос. Вы должны взять договор, прочитать этот договор. Если вы не согласны, конкретно вы с этим договором, вы можете вносить в него соответствующие изменения, справления и так далее. Правило я просто к чему подвожу? Люди у нас договора не читают. Нюансов они этих не знают. А потом отсюда, наверное, возникают какие-то сложности, какие-то проблемы. Когда возникает та или иная ситуация, то есть с тем же автомобилем, человек попал в какую-то ситуацию, он приходит, ему говорят, извини, ты подписал договор, то есть вот в этих случаях мы тебе можем заплатить, а в этих мы тебе уже не сможем заплатить. Поэтому всегда нужно читать, знакомиться. Если есть какое-то несогласие, высказывать какие-то замечания, претензии, изменения, поправки и так далее. Но это всё будет индивидуально. А не будет никакого консультационного пункта, который мог бы давать консультации? На что надо обратить внимание? Пока в варианте консультационного пункта в законе нет такой прямой нормы, например, о создании таких консультационных пунктов. Но опять-таки я хочу повториться, что здесь многое будет зависеть от юридического толкования и понимания самого закона, договоров, которые будут заключаться с обслуживающими предприятиями в рамках этого закона. Это большой объём работы для юристов. И, по сути дела, юристы будут теми консультационными пунктами, где совладельцы смогут получать какие-то ответы на свои вопросы. Не будем забывать, что во многих домах живут те же юристы, правоведы, судьи, прокуроры. Если управляющая компания не справляется со своими обязанностями, прописанными в договоре? Собранием совладельцев на квартирного дома может быть принято решение замене этой управляющей компании на другую. Как принимается решение? Сколько должно принять человек, владельцев? Более 50% от площади тех помещений, где есть соответствующие владельцы. То есть, если раньше по старому закону считалось так, что один собственник, один голос, то теперь голоса будут делиться пропорционально той площади помещений, которая есть у того. То есть, если у меня квартира 100 квадратных метров, а у моего соседа 50, то от него один голос, от меня двое? Условно говоря, да. То есть, будет пропорционально площади считаться голоса. То есть, на собрании совладельцев будут приниматься такие решения. По этому закону тоже прописывается определенная процедура проведения таких собраний. Такие собрания могут быть инициированы как самой управляющей компанией, так и инициативной группой из трех совладельцев в доме. Позвольте вопросы от наших читателей, которые ранее были заданы на сайте. Один из них звучит так. Зачем вы занимаетесь ОСМД? Что движет вами, кроме денег? Только не говорите, что вы это делаете ради людей. Понимаете, мы ОСМД занимаемся в той части, когда есть инициатива от самих жителей. То есть, город не создает ОСМД. Но сегодня, получается, нас обязывают. Нет, пока не обязывают. Этим законом? Нет, у нас не обязывают. Нам дают возможности. То есть, такой жёсткой обязанности нет. Вы можете создать или ОСМД, или нанять управляющую компанию. То есть, пожалуйста, у вас есть право выбора. Или создавайте ОСМД. Если не хотите ОСМД, собирайте собрание, принимайте решение, с кем вы будете заключать договор по обслуживанию дома, и вас будет обслуживать какое-то предприятие, частное или коммунальное. Что нами движет? В городе есть определённые, уже созданные, не нами, ещё раз повторюсь, а жителями, собственниками домов ОСМД. И у них есть те или иные проблемы, с которыми они сталкиваются, и они не могут их решить. Это взаимоотношения с коммунальными службами, это те же ремонты. И вопросы благоустройства территории, где люди просто, назовём так, не в состоянии обеспечить определённые работы капитального характера. Поэтому они обращаются к нам. У нас есть программа поддержки ЖСК ОСМД. На условиях софинансирования часть денег выделяется за счёт средств городского бюджета, часть – само ОСМД. Ну, как правило, эта часть в пределах где-то 30-40%. Ну, мы видим из той статистики, о которой вы говорили в самом начале, что домов с ОСМД у нас всего 10%. 10%. Не пользуются популярностью. Наверное, сложно. Сложно, непросто. Надо брать на себя ответственность. Так зачем брать ответственность, если есть коммунальное управление, которое может руководить? Она всегда с точки зрения собственности. Потому что есть такое понятие ещё в праве. Собственность обязывает. То есть если ты собственник, ты должен следить за своей собственностью и отвечать за неё, за эту собственность. Поэтому речь идёт о том, что если по этому закону, по-новому, теперь все владельцы квартир и других нежилых помещений являются совладельцами всего имущества в доме, то они и несут ответственность за своё имущество. Соответственно, должны отвечать и собственность обязывает. Есть мнение эксперта, хотелось бы ваш комментарий. Проблемный момент заключается в том, что 70% жилищного фонда в Украине требует немедленного капитального ремонта. Поэтому если старый дом передаётся на баланс ОСМД, то чиновники перестают за него отвечать. А вся ответственность за состояние здания автоматически переводится на его жителей. Насколько я помню, раньше было в законе прописано, что перед тем, как передать дом, предыдущий собственник должен был его передать в должном состоянии, отремонтирован. Да, была такая норма, это так называемый первый капитальный ремонт. Но вот как раз в этом и была проблема, связанная с тем, что почему неохотно жители в коммунальных домах создают ОСМД. Потому что, как правило, действительно дом изношен где-то на 70%, где-то износ составляет и больше 70%, бюджет не может в полной мере обеспечить полный капитальный ремонт. То есть замену всех лифтов, замену всех коммуникаций, ремонт кровли, ремонт фасада, благоустройство при доме территории с ремонтом триквартальных дорог. То есть жители говорят, если вы нам передадите в таком состоянии, это всё ляжет на наши плечи, и тогда нам придётся это всё делать. Но с учётом того, что бюджетное финансирование, к сожалению, за все годы, которые были с момента принятия этого закона, где говорилось о проведении этого первого капитального ремонта, не выделял в полной мере средства на проведение таких ремонтов, то, соответственно, дома находятся в таком состоянии. Соответственно, государство сегодня решило обязать и переложить на плечи жителей. Да, а сегодня политика государства меняется. И государство говорит о том, что теперь это всё должно делаться так же, как и во всём мире, так же, как и в Европе. А как же социальные слои населения, которые у нас, к сожалению, огромные. Понимаете, для этого есть программа субсидий, субсидирования государственной поддержки. В городе будет и действует программа поддержки домов ОСМД ЖСК с точки зрения выделения таким домам соответствующего финансирования. Программа будет продолжать работать, но, очевидно, она будет тоже скорректирована. А если сейчас в разы квартплата из-за того, что дома нуждаются в капитальном ремонте, вот если вырастет в разы или не вырастет, кто должен регламентировать этот лимит, который не должен быть превышен? Нету этой? Нет, такого лимита нет на сегодняшний день. Но я еще раз повторяю, что пока много вопросов, мало ответов. И я бы все-таки сделал акцент на этом законе, на то, что мне кажется, что будущее все-таки не за частными компаниями в обслуживании домов, по крайней мере в наших сегодняшних условиях, экономических и социальных, а будущее все-таки за коммунальными предприятиями. Потому что если бы, например… То есть вначале надо набить шишки? Нет, не набить шишки. Шишки-то мы уже понимаем, и мы их набиваем практически каждый день. А вопрос просто в том, что должны быть созданы определенные условия, то, о чем я говорил, например, налоговые условия для тех предприятий, которые занимаются обслуживанием жилого фонда. Государство пока на этот предмет ничего не сказал. Мы должны, наверное, все-таки понять механизм определенных капиталовложений и определенных отчислений, может быть, на том же государственном уровне, в проведении работ, связанных с реконструкцией домов, с капитальными ремонтами домов. За счет только местных бюджетов эту проблему не решить. Давайте о том, как сейчас осуществляются капитальные ремонты жилого фонда в Харькове. Сколько домов ремонтируется, в каком состоянии, сколько домов нуждаются в немедленном капитальном ремонте? Осуществляются они согласно тех планов, которые у нас намечаются ежегодно, под то финансирование, которое закладывается в бюджете. Могу сказать, что, например, по капитальному ремонту… В этом году сколько заложено, сколько делается? Мы запланировали где-то порядка 70 домов капитально отремонтировать. Это небольшая цифра. Это меньше 1%? Да. Сколько нуждается домов в капитальном ремонте? И, я думаю, что нуждается, исходя из износа, вы сказали, 70%. То есть примерно эта цифра сопоставима… Эта цифра актуальна в Харькове? Да, да, да. Она, собственно, актуальна в Харькове. Она примерно, я думаю, характерна для других городов Украины, потому что жилой фонд находится примерно в одинаковом состоянии. Строился, как правило, в советское время. То есть это дома разных серий застроек. Это так называемые наши хрущевки, это дома послевоенной застройки, Сталинки. Это дома в такое советское время, 70-х, 80-х годов постройки. То есть это уже панельное домостроение. То есть правильно сказать, что сегодня нуждаются в капитальном ремонте 70% жилого фонда Харькова? Да, совершенно верно. 1% 70 домов запланировано отремонтировать? Это в капитальном ремонте, да. По текущему ремонту цифра порядка где-то на уровне 600 домов на сегодняшний день. Но это отдельные виды ремонтных работ на этих домах. Будет ли сделано то, что запланировано? Обязательно. Что получат харьковские аварийные? Получат ли аварийные дома финансирование? Вот то, что под категорией аварийно. Значит, сегодня городским советом для таких домов установлена льгота для ветхих и аварийных домов, которые имеют статус определенный, документальный, на основании принятых определенных решений в разные периоды времени. Если у дома статус ветхости и аварийности, 50% оплачивается квартирной платой. То есть такие дома не в полном объеме производят оплату. Хотя услуги они получают в полном объеме. Сколько? Дальше, как по этому закону, что получат эти дома, это уже будет вопрос к соответствующим обслуживающим предприятиям. То есть сегодня городской совет для коммунального предприятия жилком сервисе определил, что такие дома с 50% льготой обслуживаются. Сколько таких домов в городе? Со статусом ветхости и аварийности у нас порядка тысячи домов. Ну а приводить их в порядок будет Харьковский городской совет или пока не наличие? Ну понимаете, вот пока по этому закону теперь совладельцы. То есть городской совет будет одним из участников этого процесса. А с точки зрения того, что надо приводить, конечно, надо приводить в порядок. То есть, возможно, софинансирование. Пока даже мы в рамках того, что дома относятся к коммунальной собственности, мы, к сожалению, немного сделали за последние годы по этим домам. Работы определенные ведутся с точки зрения отдельных конструктивных элементов дома. Это и фундаменты, и перекрытия, и те же кровли. Но, опять-таки, исходя из тех цифр, которые я назвал, что если у нас на капитальный ремонт менее 1%, то по этим домам тоже. А управляющие компании, скорее всего, их брать не будут? Да. Значит, в этом случае в таких вот домах, которые невысотные, малоквартирные, там не создаются ОСМД. И, скорее всего, что это будет уже группа тогда каких-то домов, которые будут обслуживаться по отдельной системе обслуживания. Кем? Ну вот кем это уже будет определяться городским советом. То есть, если жители сами не определяют, тогда на конкурсные условия. Ну, скорее всего, просто их не возьмут, от них откажутся. До того момента, пока жители не определят, кто будет обслуживать, будет обслуживать предыдущее предприятие. В данном случае в Харькове это коммунальное предприятие жилком сервисе. Ещё вопрос от наших читателей. Вот Юрий звонил нам в редакцию, описывает свою ситуацию. В почтовые ящики, проспект Московский, дом 254В, пришли уведомления от ДПКС «Домофон Харьков». По их сведениям, у меня задолженность, но у этого Юрия есть квитанция о том, что он оплачивал. Так кому ему платить и, собственно, почему появляются такие неразборчивые ситуации? Ну, есть ситуация сегодня, связанная с обслуживанием домофонов, в том, что есть разные компании, которые в своё время работали и обслуживали домофоны. С 1 февраля прошлого года домофоны обслуживают коммунальное предприятие «Харьков-Гурлифт». Однако отдельные компании пытаются параллельно что-то ещё получить с тех наших жителей, которые не разбираются в вопросах. Нужно подъехать по данному адресу, который был указан в квитанции, и просто написать заявление о расторжении договора и прекращении всех отношений с этой компанией. Также написать претензию относительно того, в чём заключалось обслуживание этой компании и был ли договор у этого человека с этой компанией КС «Домофон». Если у него договорных отношений не было, то это просто квитанция, а ни к чему не обязываешь. Которая пришла, уведомление, да? Ну, есть вот отдельные домофонные компании, которые пытаются на этом заработать, скажем прямо. То есть выставляют квитанции за те услуги, которые они не оказывали. Закончена ли работа по подготовке подвалов в жилых домах под укрытие для чрезвычайных ситуаций? Мы провели работы по очистке мест укрытий с точки зрения того, что они были захламлены. В общей сложности порядка двух тысяч подвалов в городе, в домах коммунальной собственности было очищено. И сегодня мы проводим определенные работы по ремонту входов в эти укрытия. Освещение, ступеньки. Вот это и есть ступеньки, входы в эти укрытия. И освещение этих мест тоже сегодня, определенные работы запланированы. Но часть у нас уже работы выполнена. В определенной части домов освещение имеется, и ступеньки находятся в удовлетворительном состоянии. Мы наметили где-то порядка 700 домов, где в той или иной степени нужно будет выполнить работы по ремонту входов в эти укрытия. Насколько человек рассчитан на эти укрытия, и когда планируете закончить все намеченные? Есть определенные нормативы для каждого помещения. Расчет идет исходя из той площади этого подвального помещения. В каждом конкретном доме это своя площадь. Сколько всего Хариковчан сможет укрыться в случае чрезвычайной ситуации в подвальных помещениях? Ну, наша цифра была где-то порядка двухсот тысяч человек. Но помимо этого мы должны понимать с вами, что есть еще и другие объекты городской инфраструктуры, где могут размещаться жители города. У предприятий тоже есть свои определенные помещения и свои укрытия. У нас есть определенные помещения, которые готовились в учреждениях бюджетной сферы. Это наши школы, садики, больницы. Есть определенные возможности у Харьковского метрополитена и у ряда других предприятий, которые будут задействованы на случай тех или иных ситуаций для укрытия и размещения жителей города. То есть я вам говорю пока только за те объекты, которые относятся к жилому фонду. Но под размещение жителей города также будут использоваться и другие объекты. Последний вопрос. Когда вы планируете завершить все работы для окончательного приведения в должный вид подвала? Планируем до конца года выполнить эти работы. Спасибо вам за ответы, за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в редакцию. Я напомню, что гостем прямой линии Вечернего Харькова был директор департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета Роман Нехорошков. Вам, уважаемые читатели и телезрители, спасибо за внимание. Оставайтесь вместе с нами. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok